В общем-то, непосредственно посмотрим первую карту, уважаемые зрители, в студии SlamTuff и Force Spirit уже готовы сейчас разорвать друг друга. Это тот самый матч, которого очень многие люди ждали с вчерашнего дня. Ну и хочется, наверное, немного сказать о том, что путь Spirit был, черт возьми, сложный. До этой встречи им пришлось играть на матч больше, но они прошли эти дебри. Со счетом 2-0 играли не Мигу и Вартекс. Ну что ж, добрый вечер, дорогие любители киберспорта. Действительно, сейчас будет очень классная качественная катка Force Spirit. И самое главное то, что проигравший этого матча, в принципе, никуда не вылетает. У него будет шанс побороться за слот. А вот победитель залетает, залетает на то самое хорошее, ради чего здесь все мы собрались. Ну, победитель уже в топ-3, да, будет играть в финал чемпионата. Ну и если сможет победить и там, то, в принципе, уже суперфинала не будет. В этой сетке Double Elimination, победитель финала WinRow становится, в общем-то, обладателем первого слота. Ну и, конечно же, призового фонда за первое место. Ну а пока у нас под точкой B находится вся команда Force. Два смока, две флешки, три армора. Все банально ясно. Один набор диффузов у Сотфика, у команды Spirit. Знаешь, буквально на таком же мапуле в рамках GGB Inventational турниров, я не помню, какой это именно был, команда Force именно на этом мапуле обыграла G2. Я ничего не хочу сказать и забегать вперед, но Team Spirit будет очень сложной. И, в принципе, уже есть выход на базу B в первом пистолетном. 5 в 5 будет ретейк. СНГ ретейки мы уважаем. Такой верняковый пистолетный раунд разыграли, ребята. Ну и теперь пытаются задавить колди, занимают церковь. Все, пошли дальше. А тут можно ошибиться, парни. Что за мув такой рисковый был? На 3 в 3 разменялись, пытаются уйти, но Сотфик не отпускает. Алмазер! Ой-ой-ой, и не только Алмазер. Да, как же они жестко отыграли. Кси Пауэр мансуется, выживает, но нужно выиграть ситуацию 1 в 1 против Самда Янга, и это очень опасный момент. Хороший был флик от Самда Янга, но теперь 1 на 1 против Кси Пауэра. Аккуратно крадется, понимая, что соперник Чакает обходит его с другой стороны и полностью застает врасплох. Это взятый пистолетный раунд. Дефюрский ты присутствует. Ну и слушай, отличное выбивание получилось у Spirit. И вот Force как-то 2 в 1 не смогли образцово разыграть в этом эпизоде. Ну, и те, и те могли выиграть пистолетку. В общем-то, первый раунд показывает, что борьба будет серьезная, бомба была установлена. Конечно, смогли сложнейшую пистолетку в защите сейчас выиграть, ребята, и Spirit. Но тут есть по-прежнему большое количество проблем и поставленная бомба. Скорее всего, Force эти парни, которые могут там и с одним девайсом разыграть следующий раунд. И, в принципе, полностью сыграть экономически и уже со следующего, с третьего перевернуть. Поэтому здесь все очень сложно. После сейчас повтора от Алмазера, конечно, тяжело вообще представить, как такое потом не берется. Ну, такой, знаешь, рисковый мув, прорыв в церковь был от ребят. Но стоит отметить еще Колди, он тоже очень много сделал. Вообще, по идее, он эту платформу для выбивания и создал удобную. Алмазер вроде похоронил. Там, возможно, знаешь, на секунду бы раньше вышли, халпа бы не успела, и они бы реально заняли бы эту церковь. Кстати, да. Кстати, да, возможно, так бы и было. Ну, ладно, чего не было, того и не было. У нас здесь форсетские от коллектива Force, и они сейчас пытаются отыграть главку. Будут выходить на Колди. Колди, ну, ждет хороший спрей. Двоих вряд ловит Колди, флит отвечает. И сейчас будет попытка от Force, по идее, выжить на центре. Поджим идет по банану. Тут уже, да, вся инфа есть у ребят из команды Spirit, поэтому ситуация полностью под контролем. Остался вопрос только вот в факторе игрока. Насколько расстреляли сейчас Force, и получится ли у них здесь доиграть красиво на стрельбе или нет. Ну, вот вновь рисковый мув пытались сделать без гранат. Выходили вот сюда на лонг, и, ну, чем все закончилось, вы видели. Просто в ряд постелили двух игроков. Там, конечно, потеряли и девайсы, и гранаты, и теперь уже нужно вот так вот 3-4 доигрывать. В принципе, логичный холд, все правильно делает команда Force. Вот единственная проблема, как пройти Чоппера. К Чопперу уже хелл-пап потихонечку перетягивается. Ну, да, он вызвал тут уже и по таймингу, понятно. В итоге на шифтах пытаются зайти в Леонида. Free Fire. Ну, не самый лучший Free Fire, но на базе B в нычке останется Сотфик. И Сотфик, скорее всего, в этом раунде очень сильно поднасолит. Возможно, даже вообще заберет этот раунд, будет ждать удобного тайминга. Неужели не прочекают? Ой-ой-ой, слышим, инфу-плэн. Сотфик, да, проверили, закрыли. Сотфик не справился. Сам Дайонг игра с бананом. Уверенная стрельба 2 в 2. И второго игрока, по-моему, с Дуги не видели. Так, два гроба тут интересно намечается. У-у, подскользнулся дисбаланс. Ну, Сам Дайонг, давай, вторая попытка. Слушай, ну, начинать игру тяжело, когда ты 1 в 2. Ну, только что тащили 1 в 2. Ребята из Spirit. Это был как раз Сам Дайонг, но теперь задание намного сложнее. Пока еще не умирал этот игрок. Но как же ж тут без гранатки. Да, тяжело. Опять же, диапазон позиций большой. Но он, видимо, уже понял, что они будут играть на размен. Но он упустил ту самую секунду, где можно было делать фейк. Поэтому предстоит сохранить эту емку. Ну, он напряг, опять же, защищающих бомбу. Но сумеет, скорее всего, выжить. А вот Джерри нет. Ну, не беда, у него армор не было. А вот у Флита был, и армор один сохранил. Красавчик. И вот сразу же фарзы показывают характер. 3 в 5 выигран раунд, друзья. На секундочку. Там был, опять же, первые 2 минуса от Колдину. Потом сразу его разменяли. Ну, ладно, не 3 в 5. Давайте, грубо говоря, 3 в 4 выиграли этот раунд, ребята. Ну, Колдин на своих позициях стабильно всегда отыгрывал. Сейчас нам покажут повтор. Ну, где-то Чоппер, да, не зацепился за фраг на поджиме Банана. Где-то Сотфик вот здесь вот за тройкой ничего не смог сделать. База Б была супер внимательной. Непонятно, кто там дал инфу у них, но этот чувак точно глаз алмаз. Пропрыгивающий в церковь. Скорее всего, да, именно этот парень. Ну, в общем, красиво получилось разыграть против базы Б. Ну и посмотрим Форс от команды Спирит. Хорошая гранатка. 3 в 5-7, МК Скаут, отлично. Самдаянг начинает, плюс Девайс принесли прямо сюда. Игроки команды Форс, мы видим уже выход на Б, вот-вот начнется. Тут на самом деле есть дымовые гранаты, причем две, поэтому это спасет немного ситуацию для ребят из команды Спирит. Ой-ой-ой, Сотфик, Сотфик. Пострадал немного Кси Пауэр, я думаю, что в смолк сейчас пойдет атака. Видели, видели то, что там на КТ была возня. Ну, теперь точно надо идти. Хотя времени куча тоже. Второй дым, и защита вновь меняет позиции, стягивая к себе третьего игрока. Ну, вот... У вас плента, один с КТ. Да, в этот момент нам показывают Колди, перетяжку на миникарте мы видим от атаки. Да-да-да. Ну, он понимает, что играет сейчас очень опасно, но от его информации, от его действия вообще сейчас зависит успех этого раунда. Вновь пошла обратная перетяжка, Колди дал инфу, сыграл аккуратно. Так это минус. Не стреляет. Ну, он не стреляет, он пропускает. Да, они хотят подловить сразу всю команду, и может очень красиво получиться. Первый пошел, дальше размен. И на базе Б проваливается диффенс полностью. Ой-ой-ой. Да, решили прочекать банан. Бомба летит на Б, но от Жерри уже отжал позицию. Он уже практически залетел в церковь. Минус от Алмуазера. Хорошо перекрылся сам Тайянга. По карте спирит выглядели максимально красиво, максимально четко все вырисовывалось. Но как провалилась защита на Б. В самый неподходящий момент. Все, разменялись позициями игроки. Дисбаланс и Алмазер. Ну и Алмазер сейчас, скорее всего, думает, что тот остался в перемычке. Ну, знаете, видимо, Колди нужно было наверняка уже. Раз уже шифтишь, не стреляешь, иди уже в упор там, подходи ко всем и просто расстреливай. Короче, это очень близкий раунд для спирита. Это вдвойне обидно, что он заканчивается именно так. Если бы Колди дал второй минус, кто его знает, чем действительно бы здесь закончилась эта ситуация в раунде. Ну, а пока что нашли дисбаланса. Алмазера забрал. Будут забирать, видимо. Хотя они не успеют уже здесь. Да и денег там не так много. Да, лучше сейчас, конечно, им сохранить. Ну и дисбаланс засейвит эту М-ку. Может быть, именно она принесет чуть больше пользы в следующем раунде. Пока что действительно красиво переигрывают Форс. Ситуация совершенно не в их пользу, но парни всегда готовы сконцентрироваться и просто раздать. Да, четко. Никуда не спешит команда. Растягивает эту оборону. Никаких каких-то бешеных, безумных аркад, тактик. Все сейчас по учебнику делает команда Форс. Делать это качественно. Но, с другой стороны, спирит тоже могли. Опять же, мы вспоминаем и Хэнтри Килы. Чуть ли не в каждом раунде. Да, были проблемы с девайсами, но вот где-то чуть-чуть. Вот, возможно, не хватает стрельбы еще. Знаешь, вот, чтобы кто-то зажег, еще дал пару фрагов, и ребята подожали. Ну, да. Отличная флешка на полтора. А дисбаланс нужно реализовать. Ну, одну реализовали. Отлично. Ну, тут быстрый раунд. Разыгрывали Форзы и как раз на этом подловили сейчас. Спирит классно сыграли с дома. Тут и спирит очень четко под рецепт подобрали. Флешечка с 15 накидывается на полтора. И вот под нее прекрасно отработал дисбаланс. Смог, кстати, двоих забрать, но вот не повезло с первым в перестрелке. Мы видели, что там чуть-чуть не добрал. Если бы сразу был хедшот, то второго бы парня тоже похоронил. Ну, Форзы, в свою очередь, пытались подловить сейчас команду спирит на раунде 3-б. Но здесь как раз был совершенно другой раунд. Агрессивно саплантаво подали спирит. Ну, что же, перетяжка на точку б, двое на гробах. Ну, и времени, конечно, достаточно. Еще целая минута. Двое на банане, двое в центре карты. Пока контроль, да. Да, по инфе по размину сыграют. На контроль пока. Действуют ребята из Форс. Ну, у них есть по Б-инфа, потому что там пистолеты. Они просто не понимают, что это может быть засада. Ну, все, запускают Джерри на Б, бомба выходит на точку А, уже занимают ребра ребята, и вот-вот пойдет атака в шорт. Джерри, скорее всего, сейчас будет максимально аккуратно играть. Остается на кафеле, сотфиг. Его проверяют? Да, проверяет, конечно. Да, был дым же. Причем очень долго дым лежал, мог зайти человек. Увидел КТ. Разобрал КТ. И, ну, осталось только... А, ну, здесь разобрался Алмайзер, да. Все нормально. Слушай, напрягли Аплент, перетянулись туда, и Джерри просто в соло разыгрывает базу Б, идет обратная перетяжка, и Спирит снова не понимает, что они так делают. Вот это вот классная классическая Инферно, где атака просто не дает вам собраться. Гоняет вас туда-сюда между плентами. Это классическая качеля. Просто качеля, качеля. Еще раз качеля. Ну, классно. Ждем девайсы в руках команды Спирит, ждем авики, ждем, возможно, агрессивный банан, и ребята тоже могут сейчас задать свой темп здесь, защитенный Инферно. Ну, посмотрим, какой у них план на эту защиту, что разбирали. Потому что в последнее время, сколько мы Инферно видели, ну, частенько мы видим. Там первое оружейное, это пассивная какая-нибудь защита, зажатие в плентах. Но в конце-то концов все, опять же, упирается в этот банан. Ну, а Форсаки ребята, которые будут его контролировать, занимать при первой же возможности и, конечно же, пользоваться всем пространством на карте. Абсолютно спокойно команда Форс. Где Литтл? Не пустили, не пустили, Анатолия. Просто не пустили, Анатолия. Ну, по правилам нельзя, да. Хоть в интервью увидели. Был же, да, в интервью увидели, был ростерлок. Но мы знаем то, что Литтл там на месте, он помогает команде. Он в первые игровые дни миноров работал у нас в студии и, в принципе, всю эту информацию рассказал. Ошибка от дисбаланса, минус авик, ну, и это сразу же сложная ситуация на главке. Так, будет ли давиться банан защиты? Это ключевой эпизод. Если продавят, заберут одного игрока, это будет хорошей ответкой. Но они этого не сделали. Нет, они не прочувствовали ситуацию, что в это время там, возможно, центр будет свободен. Но нет, нет, дым остановил сейчас атаку. Ну, и ребята контролируют все поджимы. Ковры, центр, банан, все вновь под контролем команды Форс. Прекрасно понимают ситуацию на банане. Получил гранату Джерри, 65% здоровья остается. Еще один смачок. Ну, и да, лучше подождать пока что. Не рисковать с этим дымом. Ты там в твиттер ответ пришел. Мне? Да, я тебе там написал, что ты SMM-агент. Друзья, 3-1 в риф от Чопера с бананой, и вот этого не ожидали. Такая дерзость, и она остается безнаказанной. Чопер убегает на респаун, подбирает девайс, и теперь он на самом деле очень опасный. Будут пытаться сейчас его найти. И вроде бы Леонид сейчас был готов сделать этот выстрел, но фейс-крек его переиграл. Ну, мощно, мощно раздают форзы. Давайте посмотрим, Сотфик сможет ли тут зажечь как-нибудь с фармилкой. Давай, дружище, алмазер душит. Нет, просто один простреливает, второй проверил. Максимально жестко чувствуют игру ребята из команды Форс. Вот буквально они растворились в этой карте. Они есть, эта карта. Команда Team Spirit просто гости, которых сюда отправили. Ну, и Ксей сейчас еще может этот сейв убить. То есть выкупаешь, тут такая ситуация шикарная для этого. Ну, опять же, вот первый еще очередной оружейный раунд начинается с того, что команда Spirit теряет игрока на банане. Ну, с другой стороны тоже захотели побиться. На банане же упал дисбаланс? Да, нет. Центр. 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 Центр с Савиком не отыграл. То есть он дальше пикнул. Там Чопер круто сыграл, он сделал важный минус, но вот не смог второго человека в яме забрать. На него, на самом деле, вся атака выехала. Он мог такой грязи натворить. Ну, что, сам Дайанг. Последний минус Алмазер, который вообще здесь случайно оказался, судя по всему. Но ничего. С главы дисбаланса, извини, Игорь. Хотелось бы посмотреть этот эпизод, как он выходил там пикать соперников. Не, он очень круто отыграл, он просто не убил. Он и навелся, и все сделал. Но чувак с ручейка все-таки его погасил очень быстро. Ну, это 50 на 50. То есть было бы хуже, если он еще от авика бы умер какого-нибудь в яме. Так, Цертус должен сейчас пообщаться с командой. Цертус, как всегда, покер фейс. Ну, это да. Так, ну и Фарзе уже готовится играть. Джерри коллет раунд. На самом деле, знаешь, у Форс на этом миноре и без тренера за спиной все в порядке. Вот он, вон он. Детрадка смерти. Да, да, это и есть. Смотри, смотри, смотри. Вот он так ему плюнул. Леня только навелся, только увидел голову, и фейскрек просто такой устраивает. Очень мощно играет, конечно же, команду Форс на старте этого матча. Да и вообще в последнее время, конечно, великолепно выглядит команда. Я очень расстроен в том, что парни не попали в Чикаго. И не смогли там еще немножечко подзажечь. Испытать это на себе. Ну, у них вот прямая дорога к мейджору на самом-то деле. И надо сейчас просто взяться в этом матче. Так, ну, Банан сейчас шикарно могут сыграть. Спирит нормально продавил сам Дайянг. Подбатрил Чоппер. Ну, все отработали здесь по позициям игроков нападения. Джерри остается последний. Ну, вот этот раунд, видимо, который он колил, был просто аркадой на базу Б. Ну, тут, видишь, еще было видно по действиям игроков команды Форс. Они настолько уверены в своей игре, что можно было после первого минуса заколить, давайте, назад, парни. Но все равно там все из дыма вылетают на дрова. Парень с калашом полетел, отлетел от формилки. Там сам Дайянг образцовый отыграл опять. Да, да. По стеночке постоянно двигался. Не давал по себе попасть. Не успели дать свои гранаты. И не забывал простреливать этот чудо-дым, который похоронил команду Форс в этом раунде. Так, ну что же, Джерри. Да, да, да. Вот первая серьезная ошибка от команды Форс в этом матче. Спирит, по идее, вырывает этот второй раунд, если Джерри сейчас, конечно, их тут не припечатает. Ну, по деньгам, на самом деле, хуже атаки сейчас не станет. Там будет закупка. Давайте посмотрим, что придумает Джерри. Ну, будет пытаться сейчас играть Банан. Там, правда, уже два девайса, дальние позиции. И если Джерри... Тут с приседанием нужно просто выходить. Дайянга он увидел поздно. Да, поздно увидел. Он был готов с двумя, на самом деле, стреляться. Ладно. Неудачно потянул время. Но и выбор-то особо сильно у Джерри не оставалось. То есть тут либо ты остаешься с Калашниковым на следующий раунд. Либо идешь доигрывать. Попытался выйти дубой. Попытка, не пытка. Сейчас бы дал бы минус два на Банане. Побежал бы поставил бомбу на Б. И черт его знает, чем бы закончилась бы такая ситуация. Но, опять же, отлично там поставил хоть что-то Чоппер, Самдаянг дал информацию. В общем, ребята в двойке сыграли. Ну и начало раунда Самдаянг. Вот он ключевой, наверное, момент. Ну да, потом Калашников, потом СГ. Сколько известных спонсоров у команды Spirit. Так, а у нас пока что... Ну пытается. Размен коктейлями. Сотфик и Чоппер. Угощают команды друг друга коктейлями. Еще один коктейль полетел. Коктейль Сотфик. Хорошо, он даже не уйдет. Так, ну на самом деле все это под коктейль Чоппера. Но, опять же, звено базы Б у Тим Спирита вновь образцово отрабатывает агрессию. Ну, против агрессии на Банане. Ну, понимают, понимают. Видимо, об этом и говорили. То, что если будем сидеть вот так вот ждать на себя фарзов, они вас будут разрывать. Ну да, они будут просто тебя качать. Поэтому надо здесь драться за позиции именно первичные. В принципе, такой стиль игры максимально неудобен двум командам. Но для нас это с вами всегда зрелище и непредсказуемые ситуации. Вот, например, как теперь непредсказуемая ситуация для снайпера? Ну, доля секунды. Он ждал, 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 ждал этот выход. Решил дать гранату. Если Ксей сейчас пульнет сам Дайанга, это будет вообще нонсенс. А может, может Фейскрек его, кстати, проверить. Ай-яй-яй, все, бомба выпала. Ну и сам Дайанг убивает в планете. Один в два для Фейскрека. Фейскрек успел просочиться. Ну, вот за бомбой разве что придется сейчас потратить время лезть. И на этом его подловил Колди. Идеально. Идеально 4-3. Team Spirit начинает играть в свою игру. Ну да, это уже похоже на серьезную разборку на карте Инферно. Посмотрим, чем ответят сейчас фарзы. Вырывают друг у друга раунды команды. Действительно, качественный КС. Там все на банане было интересно. Выход начался после коктейля от Леонида. Леонид угощает. Жаркая Мэри коктейль называется. Ну что, вновь банан? Да. Очередная рубка на банане нас ожидает, друзья. Здесь поаккуратнее решили на этот раз Spirit. Не обратил внимания на их респауны. Ну а это аркада. Такое ощущение, что это какое-то соревнование, у кого банан крепче. Кто агрессивней? Как Фейскрэк с Джерри ворвались, а? Нормально. Чупер угощает по-прежнему. Привет. Ну и последнего спокойно забирают. Как они красиво ворвались в этот огонь. Хороший грамотный кол от Spirit. Понимали экономику соперника. И на этот раз как раз и не вышли далеко на бананы. А на это был расчет форзов сейчас. Слишком много коктейлей от Чоппера. Не, ну это нормально. Вы видели? Форзы рассчитывали, что Spirit сейчас выйдет рубиться на банан. Но Spirit все четенько просчитали. Понимают, зачем нам идти в упор на эти пистолеты, заносить им пушки, с плента примем. Все нормально. Просто это было очень красиво. Первый, знаешь, в порыве вот выпрыгнуть и в угол замкнуться. И второй за ним такой, я допрыгну, нет. Еще один экономический от Force, друзья. Ну что, а вот и Spirit могут вырваться вперед на карте Inferno. Вновь быстро играет атака и уже готовы врываться на центр карты. Спокойно дисбелл он справляется с первым. Пошла инфарк. Молик от Колди. Тут тоже должен справляться легко. Но решил не рисковать. Уходит в арку. Закрытую позицию. Опять дабл. У Колди сегодня на 15 только дабл, если он встречает первый. Скалаша уже видели. Ну и Джерри последний. Все. Забирают Джерри. Паузу, паузу, паузу. Нужно срочно делать паузу ребятам из команды Force. Сейчас уже контроль пацаны потеряли и понимают, что соперник начинает набирать обороты. Нужно подготовить площадку для очередного поворота в свою пользу. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что Force в свою пользу разыгранут. Пока не идет укси-пауэра. Видим 2-2-7. Ну, сторона атаки. Для этого парня сторона атаки действительно сложная. Он снайпер. Все нормально. Вот ВП сейчас появится у кси-пауэра. Будет контроль и центр карты. Возможно, поджимы. Ну и вот посмотрим, меняют ли план Фарзи или все-таки будут дальше рубиться за банан. Да, будут рубиться за банан. Серьезные парни. Не смутили их последние раунды. И вот, посмотрите, сотвик вновь с армилки раздает. Минус флит. Через молик пытался здесь отыграть. Очередной банан. И снова все под коктейльчики от Леонида. Нет, тут нужно что-то делать. Либо помощнее использовать больше игроков и просто выгонять спирит с банана. Или второй вариант это развести их на гранаты и сыграть в убивание, как это, например, делают датские команды. Да, да, да. Так тоже можно. Еще мы не видели особо ковры. Но вот в конце предыдущего раунда, там, до этого пытались, там, подыграть уже перетяжки, ребята. Но вот такого целостного раунда на Аплент мы еще не видели. С маками, там, с шартом, с лонгом, с коврами. Пока еще этого не было. Но и здесь уже доиграть что-то будет сложно. 3 в 5. Здесь реально должен зажечь кси-пауэр с авиком. И, ну, уже, видите, хаешка 27 хп. Тут не зажжешь ты. Особо фейскрэк Джерри. 2 в 5. Спирит реально могут забрать шестой раунд. Фейскрэк. Ой-ой-ой, вот, эх, колди. Колди просто везде. Он вообще везде. Он ничего не пропускает. А вот и показывает уже. Спирит свою стрельбу. Ну все, понеслась, друзья. Это будет реально хорошая рубка. Пауза нужна. Наконец-то тактическая. Ну, поздновато, если честно. Можно было раньше попытаться акклиматься и прийти в себя. Ну, нужно сейчас, да, обсудить, что там делать на банане. Все-таки чего там не хватает. Почему проигрываем все эти ситуации. Причем защита играет. Это не три банан там, не три бэ. Они просто спокойно с отфикс, чоппером. Несмотря на первые неудачи в стартовых раундах. Остались там вдвоем. И дальше просто не оставляют шансов форзам на этих выходах. Поймали ниточку взаимодействия. Да, и уверенно вдвоем продолжают. Ну и... Действительно делать на банане постоянный тупик. С лонгом тоже нужно задуматься. Потому что, как нам не показывают колди, реально двойка отлетает. Короче, двойка отлетает. Вот форс как-то перестали сейчас играть на перетяжках. Они постоянно пытаются куда-то выйти и наказать, но... Знаешь, я сейчас прослеживаю в их действиях какой-то упор на стрельбу. Нет, ребят, нужно вернуть командное действие, вспомнить все ваше основное оружие. Знаешь, посмотрим, что будет во второй половине. Я думаю, форс устроит 6-7 раундов за атаку. Ну вот какой уже экономический? Третий от форсов, да, как минимум, получается? Ну, 2к форс, да. Там был один вообще эко и два форсетских. Ну, форс, экономический, это что форс, что полный эко, это все экономия денег. Их действительно в неудобный момент по экономике развернули. Ну, это вот все тот раунд один в два, который так и не смог сыграть игрок атаки. Все с этого именно раунда началось. Ну, или с того раунда, когда все погибли на банане от эко. Как вариант? От форса команды Spirit. Фейкуется, что-то база на выход не похожа. Была флешка из ковров, но решили прогнать центр карты. Вышли с бойлера и снова перетяжка на банан. Там играет Чоппер. Чоппер. Ну, одному сейчас Ксей здесь не справится. Приходит тиммейт и уже после третьего забирает. Но Алмазер пропечатывает сотвику и это в корне меняет всю ситуацию на этой карте в этом раунде. По-моему, первый игрок форсов просто на секунду, если бы позже вышел. Возможно бы и сейчас четвером бы оставались форс. Ну, и так их все устраивает. Он, видимо, хотел спасти тиммейта, но правильным вариантом было вообще не бежать, а просто скормить одного, чтобы забрать этот заход в удобной позиции. Но вот как-то не смогли сориентироваться в этом эпизоде. Видимо, хотели также на стрельбу. Так, ну защита точно пойдет на ретейк. Выиграть. Точно. Денег очень много. Почему бы сейчас 3 в 3? Ну и этот ретейк, на самом деле, по шансам. Хорошая позиция у дисбаланса. Опять же, снайперская винтовка. И это моментальная смерть для Алмазера. Ну, видишь, контроль от фейскрека, то есть фишка сейчас в тупичке, может, и не сработать. Мутится. Выходит с банана, забирает одного. Ой. А куда же ты, Сандарян? Ну, Колди спасает. Ситуацию нет. Не спасает времени, не хватает. Браун форс. Ой-ой-ой, друзья. Какой все-таки жесткий раунд сейчас был. Как команде спирит сейчас больно. Ну, жестко там, реально круто разменялись на банане форзы. Будет интересно, будет повтор сейчас парня из темного? Вот повтор игрока из темного, это ключевая ситуация. Прямо, которая момент, ну, я не знаю, похоронила для форс. Но нереализовано было все это, друзья. Сам Даянг просто не ожидал его там увидеть. Ну что же, отвечают форс с любезностью на любезности. Забирают раунд с пистолетами. Ну и вновь у нас девайсы. 2 ВП в защите. Давайте посмотрим, что поменяется на банане. Да ничего, там по-прежнему Чоппер с Сотфиком играет вдвоем. Правда, там сейчас появится ВП. Возможно, перетяжка Чоппера дальнейшая, если... Тем временем бывший игрок команды спирит Дима OneShot. Он же Дима Бандурка, он же Пати Бой, он же Пати Мейкер. Пишут нам, господа комментаторы, приветствую вас из солнечного Калининграда. Тебе привет, а у нас на банане солнечный выход. Да тут уже работает, работает дисбаланс, работает Чоппер на банане. И пока что рассыпается раунд. Хотя нет, неужели вновь 3 в 5 на бейс сейчас могут переиграть? Ребята, Джерри с Тимейтом продолжает давление на точку. Бомба, вы видите, она перед центром карты. Неужели она на 2 выйдет? Сейчас это реально может сработать. Топленд пустой, бомба! Неужели он их услышал? Какая габелла. Нет, нет. Прямо сейчас на экране, друзья. Это 18 плюс раунды, реально. Тут будет больно сейчас кому-то. Все решается в этом эпизоде дисбаланса сейчас. Хотя нет, Тимейт в Пленте... Нет, Флит понимает, что на центре будет, скорее всего, чекаться главка. Пошла перетяжка под базу игроков защиты. Атака вновь на банан. То есть игрок с бомбой халдит, банан сейчас действует. Короче, да, надо зажарить банан, чтобы снайпер натопал. Так нам показывают Джерри. Нет, там что-то перегорело. Лампочка села. Ну, Джерри на банане, да, вместе с Ксипауэром, с Авиком. Ой, против тройки. Как красиво сейчас может быть. Давайте тройку посмотрим. Все, слышит, слышит, уходит. Слышит уход. Снайпер свалил. Да ладно. Фыкуется база B, надо делать минус. Ай-яй-яй. Колди, вот это хорошие новости для команды Spirit. Есть минус на B. Ну, полетел уже. И все, полетел. Полетел на Флит. Флит просто полетел на. Но тут устанавливается бомба. Сам Дайанг все-таки остался на точке, правда. И он, кстати, может сейчас обойти со спины, он это понимает. А вот Флит не понимает, что он там может находиться. И сам Дайанг в очередном эпизоде максимально по-грамотному переигрывает своих соперников. Ну, сейчас, да, удача не помогла Флиту. Он выходил уже и смотрел на дальнюю позицию на лонге. А как раз сам Дайанг уже был почти в упор к сопернику. Ну, хотя тоже могло залететь. Но, опять же, мы видели, сам Дайанг все слышал, контролировал. Первый начал стрелять. И тут какая-то реально бешеная стрельба должна быть у Флита, чтобы он сдал этот минус. И дальше играл. Один в два. Так. Ай! Да ладно. Дал, дал, минус. На Кси Пауэр тут уже... Повторный повтор, повторный вещь у нас произошел. Пытался создать почву на Апленте для тиммейта. Да, шумел как мог на БМ. Уже отдал свою жизнь. Ну, ладно, посмотрим, что дальше, друзья. Четыре Калаша с Гэшечком. Два Авика по-прежнему в защите. И вновь драка за бананы. Вновь здесь два игрока обороны. Сотфик Чоппер. Это не матч на Инферно. Это какая-то банановая заруба. Банановая война, реально. Так, ну, слушай. Ну, банан, это реально, это самое принципиальное место сегодня. Ой-ой-ой, какие гранаты. Чоппа! И минус снайпер, минус Чоппер. Нет, Чоппер разбивается. И должен был хранить Флита. Как это произошло? По идее, Чоппер должен был убирать. Он дает минус. Погоди, прострел от Колди. Да ладно. Пропрыгнул от прострела, взял Авик, пошел, занял удобную позицию. И хаешкой даже наказал. И посмотри, что происходит. Забирают Колди. Еще номер три остаются, правда, на базе. И, ну, по факту защита уже не имеет никаких шансов. Посмотри, банан там спина в спине. Там вообще спина в спине и дисбаланс его принимает. Как играют. На дисбаланс слышал. На такого тоненького все эпизоды, друзья. А куда подсадка? Тебе инфу дали один на банане. Ну, да, знают, что один банан и понимают, что один с КТ. Все, понял, это флит. Вот это плохо. О, флитуха-братуха. Ну и дальше надо здесь хранить. Тихо, тихо, куда? Калашников дисбаланс спасает этот раунд для своей команды. Отважный, реально отважный триплл килл в раунде. Как он круто сыграл против... Это же он с банана бежал, правильно? Да, да, да. Он услышал спину, развернулся. И там чуть-чуть поспешил игрок. Стопроцентная ситуация была у Форс. На самом деле, уйди игрок атаки не на банана, а на КТ. Они бы забирали этот раунд. А он побежал за своим врагом на банан. А, догоню тебя. И спина в спине не вышла. Ну и зажим Алмазера, конечно. В конце это было что-то с чем-то. Как он вылазил с зажимом на последнего. Ну да, уже видел, что ошибся, но рассчитывал на удачу, что засчитает. Но нет, соперник сыграл идеально. Ну что ж, тактическая пауза от Форс. Да, не все так просто. Парни, это дерби. Это самый один, возможно, из главных соперников у вас в СНГ. Здесь на миноре. Ну на самом деле, это самый важный матч для Форс вообще в их карьере. Если смотреть по важности, по титулам как бы, да. Да, и если посмотреть историю предыдущих матчей, там вот Петрик, я думаю, он в аналитике рассказывал и напоминал. В Флитре этот матч 16-0 на оверпассе. Пользуясь командой Спирит против Форс. А, я понял, что Флит ушел в темку теперь. Да, он за тройки сделал минус. Поменял позицию. Да, 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 поменял позицию. Но иногда можно не менять. Как показывает результат прошлого раунда. Наверное, когда у тебя 18 хп, вот надо было действовать агрессивно все-таки игроку там, возможно, даже в сволк там с авиком мутиться и что-то типа того исполнять. Слишком все было просто для Спирит. Итак, последние два раунда. Первая половина, первая карта, друзья. И реально Спирит дают жесткий ответ. Пусть там не очень удачно пошел старт этой карты. Сейчас будет разминка у дисбаланса на центре. Там уже залетел Флит. Флит! Вот! Первый раз продавили лонг. Смотри, что дисбаланс делает. Какой балет, боже! Он мог еще и третьего сейчас забрать. Но Алмазер тут, может быть, и считался, но был максимально не своевременно для снайпера. Короче, дисбаланс умудряется почти спасти ситуацию на базе. Ну, опять же, не каждый раунд Колди будет давать на лонге по два фрага. На этот раз уже классно вышел Флит, подловил двух соперников. Хотя тут и помощь у Колди оказалось его должны были принимать. Но надо пересмотреть этот момент, потому что он был ключевой в этом раунде. Дальше уже разменами. Даже несмотря на безумного дисбаланса, все-таки получилось пройти там Алмазер с ковров. И шикарный вот такой тимплейный командный раунд. Отыгрывают форзы. Четко, парни. Экономика... Ну, для полной грязи надо еще Ниндзя Дефьюз сделать. И тогда этот матч точно войдет в историю как один из самых жестких матчей в СНГ. Ну, он уже явно успевает. Экономика есть. Дефьюзов тут нет, может быть, где-то на пленте. Он пойдет, сейчас пойдет ковры убивать, смотри. Привет. Грязный Леня. Вот мерзавец, подумали ребята из Форс. Да. Красавчик, просто красавчик. Жаль, что только один, да? Жаль, что только один, да. Ну, немножечко подруинил экономику, неплохо. Обожаю этих АЕшки в большие пески. Это, конечно, всегда шикарно. Вот он, вот он просто выигранный. У-ху-ху-ху-ху-ху. Не, а вот здесь как было. Посмотри, второго просто посадил его прям. Ну, реально полуфинала уже приятно смотреть. Пошла такая жара, рубка. Последний раунд, первая половина. Агрессивный дисбаланс будет пикать центр карты. Типавр не ждет. Флешка. И вновь банан, и вновь банан, друзья. Видели друг друга игроки. Куда же ты прыгаешь, Чоппер? Вот, конечно, Чоппер там тоже взорвался. Тут уже откровенно переигрывает. Сотфик с формилой. Но Джерри попытался, да, сейчас пробить шачку. Хорошая граната на кафель. Флит красный приходит. КТ, это кол, ДТ, МК, и все. Выход на базу Б отменяется. Для форзов они разворачиваются и попытаются сыграть сейчас Аковры плюс мидл. Много рискует. Очень много рискует форз местами. И Джерри сейчас поп... Ну, Джерри, ладно, но дальше уже, наверное, не стоило идти. Смог в центре карты. Дисбаланс. Ну, мы видели уже такую ситуацию. Ну, про то, да, от лавочки играли ребята и раскидывали банан. Фундайминг на самом деле максимально опасный был, но дисбаланс красавчик. Понимал он, что это может быть какой-нибудь синхронный пик вместе с бойлером. Но все-таки доиграл до конца, поменял позицию. Теперь до него не добраться. Ну, и 4 в 2, как мы понимаем, закончится. Должно далеко не в пользу форз. Слышали, кстати, скоуп от Кси сейчас. 3-3-12 у него сегодня статистика. Как видим, не идет пока, что игра у снайпера. Да, конечно, без снайпера, наверное, тяжело. Вторая половина будет для него ключевой. Ой-ой-ой. Шикарная граната. 2 хп, выживает, выскрыв. Ненадолго. Ну, можно потащить такую кси-пауэру, в принципе, я снятый сейчас. А зачем тебе эта бомба? Ну, ладно, в принципе, 1 в 2 можно уже и привязать к себе к пленту. Ой-ой-ой, какая досада! Как же он играет? Грязно просто и жестко вообще. Вот и фраги. Вот и фраги от снайпера. Вот и музыкальная пауза на нашей трансляции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что ж, очень скользко заканчивается первая половина. Последний раунд, друзья, просто заставил меня реально молчать. Ну, это действительно трагедия для ребят, которые выбивали эту точку, потому что первый выстрел был действительно мимо, второй нашел свою жертву. Ну, тут такой фраг-парад, конечно, да, установка бомбы. Давайте посмотрим этот момент. Ну, тут, я думал, все после этого фрага, но... Ну, и здесь просто такие танцы с бубнами вокруг этой колонны. И к себе все-таки умудрился взять. Ну, действительно, даже тиммейты, да, судя по реакции, не ожидали, что он справится с этой задачей. Все-таки половина у этого игрока проходила очень плохо. Ну что ж, Spirit выиграли первый пистолетный раунд защиты. Давайте посмотрим, смогут ли повторить такой успех фарзы. Очень сложно, опять же, и сколько раз и Blade отмечал эту пистолетку за защиту на Inferno. Все-таки из-за этого многие даже вот пушат. Ребята типа North идут в ноль просто и пушат яму сразу же, чтобы чисто стрельбой его можно было выиграть. Ну и раунд от Spirit с шумом на бойлере, с акцентом под базу B. Джерри стоит с позиции хилпы, оставляет дым. И, ну, по идее, можно после дыма сейчас попытаться атаковать. Колди идет искать возможный мув, но тут это было бы слишком рискованно при таком счете. Действительно, защита, закрытая защита, защита, закрытая, как тебе? Я сейчас вот вновь, знаешь, там посмотрел... Закрытая защита лучший друг команды Force сейчас. Посмотрел на карты и подумал, что, знаешь, вот так получилось, что обе карты, первая и вторая устраивают и тех, и тех. Это реально будет очень качественно. У нас Counter-Strike, походу, в первом полуфинале. Как подрили! Как жестко работает ксезо-защита уже! Чоппер отвечает. Ситуация 2 в 3. Если сейчас удастся выйти на базу B, можно забрать бомбу и попытаться... Не, не рискнул в соло выходить. Ладно, дуа отыграют. Так, Джерри, ну все-таки решил, да, запускать на плент, если что, соперников. Пошли искать фейскрека. Они знают, что где-то здесь игрок защиты поджимал. Они не знают, но догадываются, да, что скорее всего нас держат под инфопотоком. Где-то есть челик, который просто слушает карту. Ну и выход на базу B. Все, фейскрек, в принципе, сейчас успеет закрыть красиво, если все сделает вовремя и защита растеряется. Принял важное решение остаться здесь до конца. Фасадка вроде казалось все качественно, но алмазер не попадает. Колди важный минус. Ну и что, ждем Джерри, фейскрек. Джерри просто ждут, да, и моментальная ситуация 1 на 1. Колди против фейскрека, да, но... Или нет? Секунда! Ну же! Еще и наказал, еще и наказал. Колди падает. Потная пистолетка, очень потная. Форс шли на ошибку. Был шанс у Спирит всю эту агрессию на центре карты. Действительно разыграть в свою пользу, выйти просто и пригвозить их к стенке, но перестрелки выигрывались командой Форс. Очень жестко. Ух, мне очень нравится, как развиваются события в этом матче. Реально... Ставку, что ли, сделал? Лютые. Да, нет, конечно, но лютые размены раундами. Вот постоянно классная стрельба у нас пролетает от коллективов. Ну, короче, пока... Я надеюсь, что и следующая карта будет не менее крутая. Все пауэр идет исправлять статистику в ковры. Ну, вроде не слышал. Ну, это неважно. Он здесь переигрывает, точно. Он здесь на стрейфах, он здесь в движении. Все четенько делает и уходит, уже меняет позицию. В этот момент банан успел поджать, пока уходит ксе пауэр. Приходит Джерри. И идет дальше. Джерри уже в яме. Почти. Нет, он все-таки будет занимать центр. Привет, ребята. Да, теперь понимают, что можно вернуться в яму. Сейчас еще и сотфика найдут в респауне. Бомбу нашли также в респе. Ну, все, на помощь вызывают флита уже. Все, полетел сюда фейскрек в центр карты. Такое ощущение, что это Марио. И Марио просто бежит в замок спасать принцессу, потому что ничего не происходит. Вот эти раунды мне 1.6 напоминают. Помнишь, когда еще там Пентаграмм начали агрессивно защищаться, постоянно пушить атаку, не выпускать ее из ямы, вот что-то типа того. Смотрим, что будет, друзья. Это был эко. Понятный эко. Скорее всего, сейчас тактическая пауза будет у Тим Спилля. А нет. Без тактической паузы перед оружейником. Интересно. Интересно. Нам вчера показывали изменения на карте кэш. Я подумал, что если вернуть эту подсадку перед домом со стороны атаки, чтобы защита тоже могла агрессивно поджимать ноль, тоже подсаживаться там возле второй длины. Тогда в атаке было много сложнее. Да, но атака бы та не играла. В атаке бы осталось только банан и все. И какая-нибудь раскидка стартовая в начале раунда. Не, ну приходилось бы никого не пускать. Смотрите, типа джимы, дом, ковры. Теперь вообще вон в люльку запрыгивать можно. Все, кейсер, успокойтесь. Не вспоминайте 1.6. Ну, вспоминайте матчи, но... Но, кстати, это изменение бы добавило бы динамику карты, мне кажется. Ну, ладно. Итак, ничего, инферно. Что-то здесь, как ты знаешь, Team Spirit поджато выглядит. Очень поджато. Force, например, вот даже в такие рисковые раскидки врывались и умудрялись напрягать соперника. Ну, они решили вот так вот подождать. Пусть они там выкинут все гранаты. И просто на шифтах сейчас спокойненько заходят. В пятером чисто разменом идет брать раунд команда Spirit. Но здесь никого нет. А вот теперь можно и раскидаться. Но здесь 2 смока, 4... А, нет, 3 смока, 4 флешки. Ну, здесь вообще идеально можно. И тут формилки там зажались. 3 смока, 4 флешки. На обед я ел пельмешки. И это может быть не выход. Джерри, Кси Пауэр. Ой-ой-ой. А где 3 смока? Сам Дайянг. Ну, забыли они, забыли они. Бывает такое. Ну, это же самый важный минус только что дал Кси Пауэр. Ну, развалиссимо на базе B, друзья. Все. Закрыто. Закрыто. 10-8. Друзья, это полноценный ответ во второй половине, который нам показывает, что все-таки за защиту командам чуточку проще. И защита у команды Force куда? При их стрельбе? Ну, намного более эффективная. Особенно в агрессивных эпизодах. А вот Team Spirit пока не выглядят командой, которые способны пробиваться. Как же все было близко. Вот просто смог в холпу и, в принципе, нет минуса от снайпера. Дожимаете формилку в пленте, ставите бомбу и берете раунд. Это жесть. Ну, да, нужно обсудить сейчас. Давай послушаем, что говорит Цертус. Вот только что было слышно. Не включают нам, к сожалению. Тихо, тихо, тихо. Что полтора? Все, Таффа, хватит играть. Я подслушаю. Ты не в подводной лодке. Все. Я этого жду уже очень давно. Вот знаешь, уже последние года два. Когда ты в подводной лодке будешь? Да нет, ты что? Страшно вообще в подводной лодке. Когда нам начнут, как в боксе, как в теннисе сейчас, как во многих видах спорта, включать тренера, и мы бы слышали, вообще о чем говорит команда. Это было бы, черт возьми, так интересно. Но команды, наверное, не поддержат эту идею. Ну что будет на банане? Неприятные два сюрприза залетели в Леонида. 12-28% остается после этих гранат. Ну и посмотри, как защита у Форс на базе Б выглядит. Оба игрока будут действовать внутри плента. Хелпа свободная. Есть один смог у Самда Янга. Именно его сейчас, скорее всего, реализуют. Знаешь, как Ликвид играют в таких раундах, которые сейчас у Тим Спирит? Они вот этот смог дают просто на плент и бегут на КТ. И здесь это могло бы принести свои результаты, но... Все, не сработал девайс, все, отмена. И, в принципе, раунд уже тяжело вытащить тут должен быть. Ну и Алмазер сейчас еще хочет пару фрагов сделать. Естественно, Алмазер просто так не уходит. Тут и Джерри уже... Оп! Вот это было зря. Джерри был быстро успокоен. Вспоминаем Юги, просто эти ступеньки смерти какие-то. Да, ступеньки смерти. Каждый раунд парень просто не сдерживал атаку. Ну и Сотфик последний. Его, скорее всего, просто застилил квадралмазеру. Ну что ж, действительно хорошо, пока стартует в защите. Такое ощущение, что внутри команды Форс тоже идет соревнование. Кто больше убьет. Вот, реально. А ну-то пока еще рано. Здесь реально идет пока еще далеко. Ничего не решено. Ждем следующий оружейный раунд. Берут Спирит. Могут очень быстро вернуться обратно по счету на эту карту Инферно. Ну и дальше, опять же, ребята, напоминаем оверпасс. Выбор Спирит. Это будет реально продолжение Инферно. И такая же, мне кажется, очень близкая, интересная и напряженная встреча. Вот я в начале матча упоминал для зрителей, что маппул реально, ну, один в один. Как маппул против команды G2 был у Форс недавно на ГГБТ Инвентейшн. Где они турнир выиграли, но в Фикаго так и не уехали. Штука в том, что там просто последней картой был нюк. Если я не ошибаюсь, то там до него дело даже не дошло. И эти карты, они реально для Форс максимально удобные. Так, пока в меньшинстве. Ну, Флит вроде бы неплохо выходил проверять, да. Но Сот, точнее, сам Дайан был хорош в этом эпизоде. Куда ж, так далеко к Сипавер. Ну, все, можно сейвиться. Хотя посмотрим, Фейскрек сыграет или нет. Нет, нет, здесь вообще без вопросов. Отыграли этим Спирит ответный раунд. Причем сыграли они его максимально железно, максимально стойко. Так все, Алмазер тут еще и не уйдет. Ты посмотри, конечно, по нему пошла инфа. Пошел поджимать Чоппер. Или они такой может и не отпустить. Кстати, это тот раунд, где как раз таки не хватило банана парням из команды Форс. Именно из-за того, что они там ничего не делали. Ребята из команды Спирит не читались со своей агрессивной фишкой на базу А12-2014. Попробуют сохранить у нас Джерри. По деньгам, кстати, остается такой приличный, хороший... Оуу! Дисбаланс. Действительно. Дисбаланс. Ну, приличный запас, да, остается. Но, тем не менее, сейчас хороший раунд для Спирит. Плюс по деньгам просто перестреляли очень легко эту оборону. Опять же, вот ничего не тимплейного. Там не показали у Форзы чисто на стрельбу. Там и Флит пытался выйти. Ну, и Авик ужасно, к сожалению, сыграл сигареты. Очень широко стрейфанулся. Уже вышел, а тут трое на него смотрят. Ну, или двое, как минимум. И даже минусы не получилось дать. Возможно бы там дать два фрага, упадив большие. Там, может быть, что-то еще и получилось бы. Но идеальная игра от команды Спирит в предыдущем раунде. Здесь деньги. Триауга, Фамос, АВП. В защите три банан. Но уже перетягивается Флит. Дал гранаты ребятам и бежит смотреть лонг. Или, наверное, центр карты к тиммейтам. Так я понимаю, там подсадка на горшках. Где? В центре. Да. На стенке стоит игрок. Нет. Обороны? К сожалению, нет. Он зашел в дом. Показалось. Так как все с ним. Да. Попал. Справляется Фейскрэк. Но 12% остается после этого. Один битый. И преимущество на стороне команды Форст. Банан. Банан. Неплохо отыграли дом. Сейчас остается только попробовать не умирать. Да, ему за бомбу нужно бомбу принести. Алмазер спалился. Тиммейтом. Алмазер спалился. Упал в плент. Перестроился. Есть время, пока смог прикрывает. Может даже на гробы уйти. Либо вообще подсадку замутить сейчас Джерри. Но ребята... Нет. Уходит в тупичок. Проверяется гробы чоппером. Джерри. Обновил смок. 43 секунды до конца раунда. Ну, есть там, опять же, агрессивная позиция у Фейскрэка. Да, пошла перетяжка флита. И за счет того, что Фейскрэк, как я понимаю, центр карты там уже может поглядывать из дома. То, в принципе, да, можно истянуть третьего. Ну, все, третий подошел. Ну, по идее, раскидка у Team Spirit, она хорошая, качественная. Но, опять же, она не особо эффективная, как мы видим. Плент все еще играет. Есть подсадка, алмазер. Просто, будучи красным, не пропускает вообще никого. И этот раунд команда Force берет действительно с огромной легкостью. Можно выдохнуть. Против трех выходить. Еще и подсадка там была. Тянули долго. Тянули долго. Если бы они не тянули так долго на этом банане, а рискнули и ворвались бы под флешку в дым, то, возможно, ситуация была бы намного более благоприятная для Spirit. Ну, такой вот. Хотели какой-то неожиданный врыв по банану сделать. Но оказалось, что он вообще неожиданный. Лучше все-таки действовать, как деды. Играть по всей карте. Расшатывать оборону. Но, увы. Хотели не терять игроков. Да, пойти и сыграть свой раунд. Не прошел. Последние деньги для духов. И команда Force об этом знает. Может быть, не до конца. Может, они сейчас ожидают какой-то форсецкий. Там Ксе пошел на поджим. Так, там, да. Там снова агрессивный дом. Сам Дайанг упал. Бойлер. Вот второй авиак. Теперь вот эту агрессивную модель защиты. Ее уже атака к ней готова. Она ее будет встречать. Тут вопрос в том, что делает Чоппер. Как он уволил Алмаза. Алмаз или моргнул в эту секунду. Я думал, уже снимают Чопперу скальп сейчас с авиком. Нет. Но это не скальп, да. Ну, зато Фейскрэк нашел сам Дайанга. Одного из самых опасных сейчас выключили. Парни из Force. 4 в 4. И пока без прогресса на карте успели. За исключением вот возможности выхода на дугу. Парни ничего пока не выиграли. Будут пробовать главку. Там все пауэр. И без дыма такого снайпера пройти будет крайне сложно. Ну все, да. Побежал сразу же в плент. Успевать ковры смотреть. В плент успевает. Мы видим, что никуда не спешит спирит. Нужно будет возвращаться обратно себе лон поглядывать. Накинешь моменталочку в ковры? Ну, Ксе больше по стрельбе, чем по флешкам. Как мы с вами поняли. Я думаю, одному и второму игроку очень хочется посмотреть направо. Они понимают, что секунд 10 уже лонг не контролируется. Но отличный прием шарта. Тут вообще очень эпичные флешки вылетели от двух игроков. И сейчас... Так, горит Фейскрэк. Забирает Фейскрэк. И выход в точку. Чоппер. А как же Ксе не попал? Загоняет Ксе пауэры. Видит дисбаланс. Дисбаланс ошибка. Ксе без шансов. Вот это снайпер, а. Ну, классно. Как фарзы гордятся тем, что у них такой прекрасный снайпер на базе А. Шикарно. Вообще связка сыграла. Парни, ну, все четко заколили. Отдали лонг. Передали ребятам на Б, что парни к вам могут зайти с Респа. Извините, мы рискуем. Видишь, как... И оба стояли ухом к лонгу. И знаешь, почему он сделал эти фраги? Потому что кривая флешка. Неудобно перед командой. Неудобно перед тиммейтами. Неудобно перед коллективом. Надо вот браться вот так вот. Да? Да, да, да. Красиво, ребята. Что еще сказать? Ну, и теперь... Еще один супер бай. Теперь уже максимально без денег. Полтора чекается. Так, все, снайпер ушел. С центра никто не помог сейчас отыграть. Но здесь уже, конечно, да, супер рисково играет Ксе. Так с Дагой могли догнать. Повезло, что сам Дай был чуть подальше. Иначе он бы просто в спину сейчас пропечатал Ксе. И уже был бы entry kill. Так, смог на middle. Спирит готовый заходить на центр. Просто в дым врываются. И, да, это аркада в шорт моментальная. Не успевает кинуть молик. Он за спину залетел там. А, ну и здесь уже без шансов. Ксе пауэр, врыв в дым тоже сконтролирован. Но опять же скоростью застали врасплох команду Force. Вот, да, да, добавили темп. И это правильно. Вот я тебе говорю, если бы они на B в том раунде, раунд назад, когда провалили выход, если бы они не тянули резину там, тусуясь на банане, что-то непонятное обсуждая, просто вышли, они бы могли так же застать врасплох. Много рисковали на самом-то деле при таком быстром выходе. Особенно такой, знаете, хороший момент, когда игрок выходит в шорт, но смог еще летит под большие. То есть он уже почти залетел в плент, и только тогда взорвался смог. Закрыл большие. То есть, по сути, там бы стоял бы Абик, он бы просто клацнул. Потому что в этот момент флешка не залетела. Самое время кому-то оказаться с гранатой в коврах. Но нет. Я знаю, что бы жестко было. Молик с двадцатки, граната с ковров и минус три. Вот это было бы сейчас очень красиво. Но ни того, ни другого не увидели. 13-10. Что, по деньгам? Давай посмотрим. Ну, есть. Там у некоторых игроков сбита экономика, но это те парни, которые давали дроп у команды Force. Там пять тысяч, шесть тысяч, у двух есть оружие. Я вот последнего не заметил, друзья. Ну что ж, нам напоминают, как развивались события в этом матче. Кто как и где забирал раунды. Конечно, концовка последние два были очень кстати для ребят из команды Force. Сейчас хорошо стартанули в защите, но вот потихонечку атака. Spirit вроде бы понимает, как нужно действовать. Тут ребята из Force должны уже перестраиваться. По первому таймингу мы видим, что Spirit в принципе не так часто залетают в район Банана. Стараются это делать чуть попозже. Хотя тоже пробуют разные варианты. Мы не видели, кстати, в этом матче еще, по-моему, ни одного сплита на точку B. Да. Вообще ни одного. Никто не пытался пока что еще играть через КТ. Какая-то, знаешь, консервативные раунды, однако, от двух коллективов. Ну, опять же, вот все старое, но надежное, поэтому, видимо, и не рискует. Но если сейчас Team Spirit закомбечит хотя бы еще два раунда, то есть тут один надо, чтобы похоронить экономику, еще второй они берут по факту бесплатно, то, может быть, уже начнется что-то чуть более разнообразное и в атаке, и в защите. Ну, подсадку пробуют сейчас сыграть. Ну, да. Вот я только хотел поговорить про подсадки, что хотелось бы побольше подсадок в защите увидеть, там и в смоках, и лонг, и центр, и много. Кстати, против агрессивных раундов очень даже это было бы своевременно. Но тут Team Spirit снова нажимает педаль тормоз. Да тут ручник уже нажали, а не тормоз. Все. На ручнике стоят пока. Решили помедленнее играть. Итак, под коврами сейчас уже занимаются позиции. Бойлер, да, заходит сам Дайянг, центр, уже подошли под лавочку, там дисбаланс ВП. Ну что же, тут будет очень интересная разборка. 3 плюс 2 защита форс, ну, такая классическая, с авиком на лонге пошел смок. В общем-то, дефолтная ситуация. Ой-ой-ой, флит в смок не попал. Флит справляется с бойлером. Ну и 3 человека будут атаковать сейчас 20. Плохо то, что, ну, по идее, флит сейчас вообще в Солянова должен отыгрывать. Там на больших песках игрок вообще с маком, ну. Ох. Все, вышел за тележку. Остановились, парни. Ну там нету никакой контроля банана, из-за этого, конечно, сложно форзам. Надо снять с ручника просто сейчас. Форзам бы еще чекнуть банан, но они боятся. Забыли снять с ручника, ребята. Ой, нашелся фейскрэк. Ну вот это, конечно, неприятный момент, но живет ксипауэр. Колди падает. Ну что, все, вновь на ксипауэре ловит. Нет, не ловит. Не ловит. 3 в 3 и опять же. Ему остается только простреливать здесь. Да, Колди еще одного находит. Все это сейв двух снайперских винтовок. Эх. Эх, эх. Все-таки сняли с ручника Тим Спирит вовремя, но там переиграл немного фейскрэк. Колди шикарно просто сыграл в этом раунде. Ну да, Колди нашел его, сразу вышел из балкона. Колди минус 3. Упал в неудобный тайминг, снайпер ничего не смог сделать. Мне больше непонятно, как там Плэнт погиб. Я надеюсь, нам повторно Колди покажут. Да, да, я тоже хотел посмотреть. Потому что Плэнт вообще не должен был падать и палиться. Он должен был там просто прятаться, и он понимал всю ситуацию. Ну понятно, там как Макс седьмой по идее убили, а вот действительно, как отлетел Флит, хотелось бы посмотреть, потому что мы переключились в этот момент на Кси Пауэра, смотрели, что там происходило на Ланге. Ну и Колди пока по статистике, если посмотреть, действительно уничтожает. Не хватает только вот где-то местами командных взаимодействий. Ну что ж, друзья, а что сейчас вообще, какое решение примет команда Форс? У них два авика, но нет денег. Это будет все-таки экономические зумя АВП и попытка еще раз их засейвить? Либо парни сейчас, ну стоит ли рисковать на первой карте в такой ситуации, когда ты все равно останешься впереди по счету, у тебя будут деньги вот при счете 13-12. Наверное, нет, да. И так же думает команда Форс, пару пистолетов и на этом все. Ну что же, смотрим за снайперами. Ксе. Ну Джерри там смог себе позволить купить армор, если снайпер где-то падает, то Джерри попробует доиграть. Я думал, авик на Б стоит второй, а тут все на дочке А, кроме Джерри. Они хотели агрессию сыграть с коврами, но, как видим, им прострелы не позволили это осуществить. Надо быстро авик в помощь Джерри. Быстро авик в помощь Джерри. Сейчас его просто могут распечатать. Ну или вся команда побежала. Что происходит? Перетягивается алмазер и фейскрек. Ну поджали А, теперь точно понимают, что под Б ведется также работа со стороны атаки. И, ну, дым. Дым, вот это решение. Я вообще думал, знаешь, на бананец поставят снайпера так на удачу. Ну, зажжет там, закайтит за углами. Все, это база Б. Это база Б, судя по перетяжке. Подсадку успели оформить на Б. Фарзы. Успеет ли алмазер занять себе позицию. Да, перетягивается на гробы. И тут, кстати, ну что, алмазер, у тебя все рука. Там раскидка, там раскидка. Парни из Spirit сейчас точно понимают, что надо никуда прокинуть, чтобы не попасться на АВП. Надо на фонтан вообще становиться, наверное, как Риж Джей и просто... Ну вот, знаешь, сыграет ли сейчас X-фактор у алмазера, вот в чем вопрос. Да, он идет, кстати, за фонтан. Мы знаем то, что он может здесь очень жестко раздать. Да, да, надо вот все, была не была. Один АВП засейвит тиммейт. Ой-ой-ой, да. Флэшкой испугнули, да. Ну и все, здесь уже ничего не сделаешь. За фонтаном бы он мог мансануться. Хотя, смотри, да, сразу алмазеры впечатали. Пытался второй выпад сделать. Без шансов. Да. Ну, можно сохранить снайперскую винтовку к Се Пауру. И, вообще, по идее, он еще там даже что-то агрессивно пытается стоять на КТ в ожидании халявы. Но халява вряд ли уже придет. Ну, Ксе, вот если бы, наверное, АВП был бы у Ксе, он, наверное, бы вот так бы и сыграл за фонтаном. Возможно, возможно. Потому что... Не так часто мы видим алмазера с авиком, но, опять же, парень отыгрывает с любого девайса очень качественно. Тимтолк, походу, прямо под конец раунда пошел, да, у Спирит. Наверное, уже обсуждают, что делать дальше. Да, и Форс тоже нужно сейчас, конечно, пообщаться. Потому что... Посмотрим, сколько сейчас денег будет. Они должны, по идее, сейчас вернуться. Ну, то есть, они могут, на самом деле, еще один раз. Ну, смотри, 6-300 алмазер. Все круто. Все круто. Да, где-то придется сыграть с Фамасом в пользу гранат. Мне кажется, сейчас нужно вот тоже рисковать. Брать Ксе, отправлять его на банан. Играть 4 Аплэнта и смотреть, что будет дальше. Ну, а сейчас посмотрим. Вот если бы основной снайпер играет на этой позиции, то, может быть, у него получится лучше на приемах. Там давать фраги, выживать. Там ждать команды на ретейк. Очень важно сейчас обсудить что-то крутое, что-то, чего не будет ждать соперник. Сейчас, смотри, банан втроем запушит. По-любому, втроем запушит банан просто. Тут же игра консервативных решений, да? Пушим банан втроем. Ну, посмотрим. В принципе, с другой стороны, не так... Один быстрый, по сути, раунд был. От спирит такой вот на ноге. Все остальное так вот более-менее в обычном таком темпе. И, возможно, действительно можно три банан сыграть и вернуться. Сейчас увидим. Хороший респ там на ковры у самда Янга. Он на него пошел. Ну, на банан не лучшие споты. И троечка, да, троечка на бэдфорс. Ну, читалось, да. Там, опять же, видишь, на шаг вперед обе команды пытались сыграть на банане. В итоге размен молотовыми. И один дым от защиты закрывает, по идее, всю дугу. Ну, Чоппер попробует пробраться. Подсадочка. Остаются втроем на банане, ребята, до конца. Хотя вот, да, немножечко зажато выглядит очка. Спирит просто остается понять, обманный маневр это или все-таки там действительно солидные укрепления. Могут они это двумя способами сделать? Либо выбивать банан, идти и устраивать рисковую драку, либо просто попытаться вскрыть первые позиции обороны на базе. Отвыть на главку, на ковры. Займут центр, да, а потом можно вернуться на банан проверить. Пока без движения на А, движение на Б лучше тоже не делать. И вот, ну что же, по позиции... Ну, этого я тоже ожидал. Поставили основного снайпера на Б, перетянулись четыре Аплэнда. В общем, мы сыграем вообще. Их просто зачитали фарзов в этом раунде полностью. Ну и теперь посмотрим... Дуга все равно опасная. Еще поздний тайминг может сыграть. Да, да, вот сейчас он срейв сделает, и уже его ждет снайпер. Ну вот, как всегда. Очень жестко, очень жестко дисбаланс. Справляется с ксипауэром, буквально читая его позицию. К сожалению, он тоже не справляется. Ну и три закрытые позиции на базе. А Джерри стянулся на базу Б, дал всю инфу. Тут, ребята, если что, если что, сейвим. Вот и остаются до конца на Аплэнде. Это правильное решение. Если соперник придет, то можно их реально и принять здесь. Вот сейчас бы немного неадекватности в действие фарз добавить, и Джерри мог бы запушить банан. И тогда, о, все, Джерри сейчас побежит на банан. Все, фарзы довольны. Атака идет к ним. Все, минус Гривьярд. Не-не-не, фейстрек с Гривьярд еще умудряется забрать одного человека. Хоронит ковры. Минус Аплэнде. Бомба упала. Один пушит. Почти. Один в два для Джерри. Но он очень долго бежал с дуги. Одна секунда. Не успели? Не успели. Они взяли. Да, они не успели. Ой-ой-ой. Фух. Но я только смотрю, Джерри в Яму бежит. И в этот момент я понимаю, что поднимаю взгляд. У меня пот течет отовсюду вообще. У меня уже кроссовки потные. Просто вот такие раунды смотреть. Как же обидно должно быть команде Spirit. Какой кол остаться втроем на... И какое напряжение все-таки в этой игре. Я уверен, вы его чувствуете. Как там под дым Фейскрэк играл? Это такой космос просто. Все, 5 секунд. Вот парень бежал уже ставить бомбу за ящик. Ему просто прилетело из больших. Короче, игрок на больших песках. Это MVP раунда. Именно он убил бомбкерри. Именно он услышал эту пачку. Именно он похоронил в неудобном тайминге. Это флит был, да? Флит был, по-моему. По-моему, да. Жестко. Просто жестко. Короче, это было очень круто. Ну что, Фарзы и Спирит. Очень интересная первая карта. И сейчас необходимо Спирит забирать раунд, чтобы возвращаться. Выходить на 14-14. И мы смотрели вообще бешеное инферно. Возможно, с допами. Короче, Джерри взял клач 1 в 2. Вот результат прошлого раунда. Да ничего, раунды проиграли. Ну, время кончилось. Ну да, Джерри потащил. Он выжил. Обидный раунд для Спирит, да. Несомненно, сейчас нужно пытаться пробивать. Но Спирит четко понимает, что если сейчас они ударят и возьмут 1, они полностью разобьют экономику соперника. И это вот тот самый раунд, который надо чертовски серьезно и качественно отыграть. Вообще, Спирит все шикарно. Защита уже боится. И Банан прогнали. Они зажались в точках. Ну, либо у них такой план сейчас пассивный раунд разыграть. Но это всегда плохой план для защиты. Вот 1-2 вообще стоит команда. Джерри вообще хелпующий. Он там, если что, туда, если что, сюда. Да, но уже, по ходу, понятно, что нужно возвращаться данной точкой и помогать здесь ребятам. Сотфик. Джерри. Ну что, дымолазание. Уроки дымолазания. Флит. Ну, вот-вот уже начнется атака. Чоппер. Чоппер. Флит. Сыграл Флит. И фейскрэк. Не, все. Все, здесь заказано. И у атаки остается там денег у Колди. 9600 есть. Еще у одного игрока нападение. Ну, может быть, экономика сейчас как-то спасет ситуацию. Но самый важный раунд. Team Spirit сыграли максимально безрезультатно. Как-то легко там дать. Формилки, фамосы. И вообще там вроде все было у атаки, чтобы там закрыть большие, прокидать гранатами, моликами там поджечь. Могли. Они сейчас, если бы брали раунд, они бы роняли экономику форса. Это тот самый шанс, чтобы перевернуть эту игру. Да, это было бы 14-14. Форсы дальше бы, как говорится, с боязнью продолжали эту встречу. И борьба за ничью у Форс была бы тоже на одну закупку. То есть денег было бы на один закуп. И если бы они отдавали 15-й, то вообще оставались бы без денег. Да, они могли вообще выиграть. Короче, ситуация для Spirit действительно была очень гибкая. И можно было ей воспользоваться. Но вот ключевой раунд, как видим, парни не зашли. Попробуют собраться на оставшиеся. Как видим, не теряют они командного духа. Понимают, что игра здесь по шансам. Это же Spirit. И выиграть можно. Эти ребята умеют в камбэке, если нужно. Что-то случилось у нас с сигналом, друзья. Надеюсь, сейчас картинка вернется. Это Режек просто скриншоты делает. Ну что, все только начинается сегодня. Еще раз здравствуйте, друзья. Еще раз здравствуйте, друзья. Да, у нас максимально напряженный счет. Максимально непонятная ситуация на концовке. Первая карта – это пик команды Форс. И мы ждем продолжения. Хороший полуфинальный матч. Я рассчитываю, что вторая карта будет такая уже напряженная. И, друзья, дальше напоминаю для тех, может быть, кто забыл. Все, возвращаемся в игру. Это мы уже вернулись в игру? Да, мы уже вернулись в игру. Понятно. В общем, дальше Саймон, Dreamweaters. А, тут уже 2 в 5. Ну да, я же говорю, вернулись мы, говорю. Хорошо, мы вернулись, в принципе, все понятно. На банане погибли, походу, все. Да, походу, все погибли на банане. Один человек точно там упал на центре. Ну, короче, 15-12, последняя закупка. И, как мы видим, все выглядит очень печально для команды Spirit. К сожалению, пропустили мы события этого раунда. Нам повтор сейчас покажут. Вот это вообще супер. Не, вот это уже... Вот это домашняя настоящая заготовочка. Шикарнейший прострельчик. Так, ладно, друзья. Завтра на всех матчмейкиках планеты шоу прострел от Facecrack'а. Ну что же, Сотфик. Один в три. Пытается поставить бомбу. Флит не может никак сдержать порыва радости и всаживает 30-ку в дым. И Сотфик будет играть очень мутный раунд. Выходит в дым. Ну, если сейчас, конечно, он заберет Facecrack'а. А, они его просто прочитали, дождались. Все, 16-12, друзья. 16-12. Первая карта за командой Force. Это их пик. Следующий оверпасс. Это пик команды Spirit. И третья, если она потребуется в этом матче, это будет... Давайте все с КТ, говорили, ребятам. Ну что же, отличная игра от Force на первой карте. От Spirit тоже была неплохая игра. Но чуть-чуть ребятам не хватило, чтобы все-таки вернуться, сравнять счеты. Возможно, сыграть допы. Да либо просто в основном время... Это близкий матч. Это очень близкий матч. И вдвойне обидный, конечно, да, для команды Spirit. Но есть шанс отыграться на своем пике. И на этом Миноре, друзья, мы уже видели такие встречи, где команды абсолютно спокойно возвращались, опять же, в ультрабоевой режим. Ну и, конечно же, наша студия аналитики уже, наверное, просто заждалась. Там Петрик, наверное, уже горит. Он просто очень сильно хочет обсудить слово аналитика. Костя, твоя честная.